8 июня в Елабужском институте КФУ в рамках 20-й международной научно-практической конференции Музей цифровой эпохи возможностей и вызовы состоялась встреча студентов и преподавателей института с известной российской журналисткой, телерадиоведущей, филологом Фёклой Толстой, праправнучкой Льва Николаевича Толстого. До начала своего выступления гостя дала напутствие начинающим журналистам, студентам факультета русской филологии и журналистики Елабужского института. Журналист – это не пиарщик, это разные вещи. Журналист должен нести, понимать, что он делает, нести ответственность за то, что он делает, иметь свою линию. Журналист не должен врать, а прежде всего перед самим собой. И журналисту должно быть интересно, тогда будет интересно читателям и зрителям. Основной же темой встречи стала презентация нескольких интерактивных архивных проектов, созданной творческой группой под руководством Фёклы Толстой, которая, к удивлению многих присутствующих, оказалась не только яркой журналисткой, но и многогранной, увлечённой личностью. Весь Толстой в один клик, живые страницы. На портале толстой.ру сегодня каждый может бесплатно скачать всё, включая самые редкие произведения писателя и читать их на своих мобильных устройствах. Сегодняшнее выступление Фёклы Толстой наглядным образом, прекрасно продемонстрировало, как сегодня надо работать с классикой. Это и программирование, это и история, это и музейная работа, это архивная работа, это компьютерная прикладная лингвистика, это чистое литератроведение, это теоретическая лингвистика и так далее, и так далее. Нам хотелось постоянно аплодировать, потому что на самом деле воплотилось в жизнь то, что мы хотели сделать сами по сути, но просто не знали как. Это же структурировать всё надо, такая огромная, колоссальная работа, огромное им спасибо, огромное спасибо разработчикам. Я не знаю, теперь надо побольше книг вот так же вот структурировать, чтобы привлекать школьников к чтению, привлекать студентов к чтению. В завершении встречи гостья услышала искренние слова признательности за свой труд от участников встречи и с удовольствием ответила на их вопросы. Аделия Валеева, Екатерина Сайбель, Денис Сипайлов, Универньюз. Редактор субтитров А.Семкин